Марианская впадина оказалась рекордсменом по концентрации поедающих углеводородов и бактерий. Экология и климат биология 11.34.12.2019. Сложность 1.1. Марианская впадина оказалась рекордсменом по концентрации поедающих углеводородов и бактерий. Джангетал. Майкробиом. 2019. 2019. Британские и китайские ученые нашли в Марианской впадине на глубине более 10 километров неожиданно много бактерий, разлагающих углеводородов 61,4% всех гамма-протиобактерий на этой глубине. По словам авторов исследования, опубликованного в журнале «Майкробиом», это самый высокий показатель для естественных сред обитания. Максимальная глубина Марианского желоба, также известного как Марианская впадина, достигает 10994 метра. На таких глубинах, тем не менее, есть жизнь, в том числе и бактериальная. Ранее в водах впадины уже находили бактерии, питающиеся углеводородами, на меньших глубинах, но авторы новой работы утверждают, что провели самый детальный и полный анализ микроорганизмов на глубине более 10,4 тысячи метров. Сиахуачжан. Из океанологического университета Китая в Цинда и его коллеги в сентябре 2016 года собрали судно. Два образцы воды с глубин в 4000, 9600, 10400 к 10500 метров в Марианской впадине, изолировали бактерии, населяющие эти места, и секвенировали их. Геномы так они обнаружили достаточно много генов, ответственных за разложение алканов. Ученым также удалось показать, что в лабораторных условиях, схожих с естественными, некоторые из этих бактерий действительно разлагают алканы. В основном это были представители родов Олиобактер, Thalus electus и Alcanivorax, а их количество на глубине более 10400 метров оказалось рекордным для естественных сред на Земле, изученных человеком в 61,4% всех гамма-пратиобактерий на этой глубине. Чтобы выяснить происхождение и распространенность углеводородов, ученые собрали пробы на всех глубинах от поверхности до донных отложений, в частности, выяснили, что их можно обнаружить на глубинах до 6000 метров, скорее всего, это поверхностное загрязнение. На дне же им удалось найти углеводороды биологического происхождения, что, по-видимому, означает, что там есть микробы, синтезирующие их это, по мнению авторов статьи, одно из перспективных направлений для продолжения исследований. К сожалению, помимо интересных бактерий, в Марианской впаде не можно найти и следы деятельности человека. Так, одна группа ученых нашла в организмах ракообразных, живущих на глубине около 10 тысяч метров, следы органических загрязнителей, синтезированных людьми. А другие ученые и вовсе обнаружили там обрывки пластикового пакета. Ольга Доброведова